Сегодня речь пойдет о современном художнике, пейзажисте Вячеславе Николаевиче Палачеве. Вячеслав Николаевич Палачев родился 24 декабря 1980 года в Ярославской области, в маленьком городке Семибратово, который насчитывает всего 6589 человек. Живописью интересовался с ранних лет. Этому есть вполне простое объяснение, ибо имама Вячеслава и его дед всю жизнь занимаются декоративно-прикладным искусством, рисуя эмалиевые миниатюры в технике финифть. Но примерно с 15-летнего возраста ему все больше нравилось пробовать непосредственно масляную живопись с ее бесконечным многообразием техник и уникальной возможностью передачи оттенков цвета. Что интересно, Вячеслав не имеет художественного образования, хотя в школе ходил в кружки рисования и принимал участие в выставках и в оформительской работе. Родные были против получения им художественного образования, и Вячеслав закончил Ярославский государственный педагогический университет имени Константина Ушинского по специальности – учитель младших классов. Научаясь в ВУЗе, все свободное от учебы время, он только и делал, что рисовал. И чем больше Вячеслав рисовал, тем больше его тянуло рисовать чаще и пробовать силы на более сложных картинах. Подлинный успех художника пришел после ряда работ в жанре пейзажа, которые поражают своей реалистичностью. Внимание к деталям и точность в передаче природы во многом обусловлены опытом работы художника в технике финифть. Деревенские избы, укутавшиеся в пуховые шаали из тумана, еще полусонные гуси и куры, встречающие рассвет у колодца, покосившиеся деревянные заборы, у многих из нас есть такие воспоминания о каникулах у бабушки в деревне. Если вам не хватает умиротворения и тишины, можете смело повесить пейзажи Вячеслава Палачева в офисе или же у себя дома. Уверяю, что сегодня они наполнят вашу душу таким же теплом, как и в детстве бабушкины сказки. Картины Вячеслава Палачева находятся сегодня в собраниях многих частных коллекционеров Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Австрии, Великобритании. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуй, на этом я сегодня закончу. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующих видеопостов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok